В эфире программа «Законодатель», в которой мы говорим о деятельности депутатов областного парламента. В студии М.Адина Халикова. Здравствуйте. И начнем этот выпуск с небольшого обзора событий. По уровню преступности Иркутская область занимает 27 место в стране. Такие данные озвучил глава областного МВД Дмитрий Ильичев, представляя отчеты о работе управления за прошлый год на сессии ЗАГС Собрания. Он отметил, что удалось сократить общее число злодеяний на 3,8% до чуть более 37 тысяч случаев. Уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений на 14% до 9700. Количество краж тоже стало меньше – более чем на 5%. Благодаря бдительности правоохранителей и слаженной работе в Приангарье за 2022 год раскрыли свыше 22,5 тысяч преступлений, что на 2% больше, чем годом ранее. В результате слаженной совместной деятельности всех правоохранительных ведомств региона увеличилось количество раскрытых уголовно наказуемых деяний. При этом практически каждое второе из них тяжкой и особо тяжкой категории. Установлено около 19 тысяч лиц, виновных в их совершении. На 8% возросло число расследованных и направленных в суд уголовных дел. Решать вопросы территорий сообща Наталья Дикусарова провела очередную рабочую поездку в отдаленных районах – Чунском и Тайшетском. Встретилась с жителями. Также проверила, как реализуется ряд областных и федеральных программ по возведению соцобъектов, благоустройству и, конечно, ремонту дорог. По капитальному ремонту Чунский район всегда идет с опережением графика, отмечают парламентарии. В этом заслуга совместной работы муниципалитета, исполнительной и законодательной власти. Также сейчас в территории решается ряд важных вопросов. Очень такая серьезная проблема в Чунском районе обозначилась. Это обеспечение жителей дровами. Поменялся механизм. Он меняется сейчас практически во всей Иркутской области. У жителей возникли некоторые проблемы, поэтому мы уже оперативно сейчас работаем с Министерством социальной защиты. Провели рабочую встречу с Управлением соцзащиты по Чунскому району. Этот вопрос будем отрабатывать. Первая в этом году не только в Иркутской области, но и в России. В Саянске открылась центральная городская библиотека. Она ремонтировалась с начала прошлого года и вот сейчас готова принимать читателей. Подрядчики разделили зоны, есть пространство для молодежи и для людей серебряного возраста. Депутат Заксобрания Ольга Безродных отметила, в Саянске это уже третья модельная библиотека. Важно привлекать финансирование на такие проекты не только из федерального, но и областного бюджета, потому как объекты пользуются большой популярностью среди жителей. И для нас библиотека в детстве была центром мироздания. Вот вся жизнь, наверное, крутилась вокруг библиотеки, потому что нет ничего интереснее и прекраснее книги. И не могли ли мы тогда мечтать о том, что в Саянске через несколько лет будут такие замечательные библиотеки? Да мы даже еще 15 лет назад об этом мечтать не могли. Но мечты воплотились в жизнь, воплотились в жизнь они благодаря труду многих людей. И сегодня гость нашей студии депутат Законодательного собрания Иркутской области Галина Кудрявцева. Галина Федоровна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, какой перечень мероприятий есть в этом году по плану, который представлен по году педагога и наставника? На самом деле год педагога и наставника, объявленный Владимиром Владимировичем Путиным, наверное, очень своевременное такое мероприятие, которое необходимо было. Повышение статуса учителя – это первостепенно. Потому что именно от учителя зависит многое и развитие не только территории, но и развитие всей России. Конечно же, в этом году запланировано очень много мероприятий, как в Российской Федерации, Иркутской области, так и, собственно, на каждой территории. Надо сказать, что проходят конференции, проходят различные педагогические советы, родительские собрания, проходят торжественные мероприятия, где чествуем учителей. Введен такой знак, как знак наставника Российской Федерации. Это тоже очень важно. Но на самом деле, что такое наставник? Если у человека есть хороший наставник, будучи, когда он еще школьник, учится в школе, и хороший наставник его, так скажем, наставляет на путь, где-то делает поправки, где-то подсказывает. Это, наверное, очень хорошо помогает ребятам. И именно, наверное, поэтому ребята, когда приезжают на свою территорию, они бегут в школу, потому что у них явно хорошие наставники. И наставник молодого специалиста тоже очень важно для учителя. Если у молодого учителя есть опытный, мудрый наставник, то из молодого учителя обязательно получится прекрасный педагог. А как сейчас у нас идут в профессию молодые специалисты? После школ, вы как и директор нашего колледжа, как привлекаете в профессию нашу молодежь? На самом деле, очень много профориентационных методик. И наш колледж, конечно, проводит различные виды профориентации. Это и образовательный поезд, мы выезжаем на территории муниципалитетов. Это и образовательный поезд, который проходит в самом колледже, когда мы собираем ребят и проводим их по всем нашим учебным корпусам. Наш педагогический колледж очень большой, 4 учебных корпуса. И поэтому ребята, уже будучи прямо вот, так скажем, в самом помещении, где получают какие-то специальности, и общаясь со студентами, они определяются с будущей профессией. Это и, конечно, билет в будущее, который проводится на уровне Российской Федерации. И мы тесно включены в этот проект. Непосредственно собеседование с ребятами, непосредственно встречи студентов и ребятишек. Когда вот ребята погружаются в студенческую жизнь, они ощущают уже очень близко на себе, примеряют эту специальность на себя. На самом деле, в нашем колледже 12 человек на место. Есть такие специальности от 6 до 12. И на самом деле это радует. И вот этот год, который посвящен году наставника и педагога, он еще будет способствовать, наверное, привитию интереса к нашей специальности. А что еще нужно сделать законодательной власти, в том числе, чтобы сделать профессию более престижной? Какие законопроекты нужно разрабатывать? Что нужно внедрять? На самом деле, конечно, вопрос заработной платы, он очень актуальный. На сегодняшний день, потому что, конечно, учитель работает не на одну ставку. Если уж открыто говорить, он работает на полторы, на две ставки. И поэтому соблюдается линейка, которая обозначена нашим президентом. Но профессия учителя достаточно сложная профессия. Это отдавать себя, отдавать свою душу, так скажем, сердце, свои знания. Очень много энергии уходит на это. Плюс подготовка к качественному уроку. И чтобы дать хорошо урок, ну это максимум 4 часа в день. Если больше, то уже, естественно, человек, учитель, он просто не может, это не машина. Он не может выдавать вот такую вот, знаете, наверное, реакцию. Но импульс не может больше давать. А чтобы качественные уроки были, как я уже сказала, должна быть, конечно, нагрузка в одну ставку. И вот по заработной плате необходимо продолжать разговор. Необходимо говорить об индексации заработной платы. Это тоже очень своевременно и надо это делать. Ну и, конечно же, предоставление жилья на территориях. Это тоже немаловажно. Ну а самое главное, наверное, это то, чтобы учитель попал в хороший дружный коллектив. И вот когда есть вот такая вот команда, которая поддерживает, подхватывает, то учитель с радостью бежит на работу. О мерах поддержки отдельных категорий граждан говорили и на сессии ЗАГС Собрания. Давайте посмотрим, к каким выводам пришли парламентарии. Проект повестки сессии рассмотрен на заседании коллегии. Предлагаю принять проект повестки за основу. Прошу вас. Практически сразу депутаты перешли к социальной повестке, где главной темой стала поддержка населения, детей-сирот, медработников, но в первую очередь военнослужащих. Были категории, особенно это касалось добровольцев, что они не могли получить, воспользоваться данной социальной выплатой. Вот это было, поправки были внесены, депутаты все поддержали. И сегодня каждый участник нашей специальной операции, который нуждается в этой социальной поддержке, будет ее получать. Рассмотрели депутаты и важные законопроекты об индексациях социальных выплат, причем на уровень реальной, фактической инфляции в 11,94%. В документе 27 направлений и перерасчет по ним начнется с 1 апреля. Надо сказать, что есть еще вопросы по механизму, и с этой целью создается рабочая группа, куда войдут депутаты законодательного собрания, члены правительства. И, конечно же, я думаю, что мы найдем механизм наиболее оперативный, оптимальный. Говорили и о давно нашумевшей инициативе об ограничении продажи тонизирующих напитков несовершеннолетним. Конечно, очень важный, на мой взгляд, закон по ограничению продажи энергетических напитков, которые вышла обмунсмен по правам детства. Поэтому, я думаю, что мы доведем его до конца и обязательно оградим наших детей от пагубного воздействия всех этих энергетиков. Что касается этого вопроса, его более детально разберут уже в следующем чтении законопроекта. Какие должны быть проиндексированы выплаты для педагогов? Ну, это 11 с лишним процентов. Очень даже ощутимо. На сегодняшний день в два раза меньше. Галина Федоровна, давайте вернемся в ваш округ. Он у вас достаточно большой, такой распространенный. Какие мероприятия там запланированы в этом году? Что будете делать по ремонту, благоустройству, по строительству социальных объектов? На самом деле, действительно, 13-й избирательный округ – это очень большая территория. Слюдянский, Ольхонский, Иркутский район – очень любимая мною территория. Часто бываю на этих территориях. Конечно же, очень много объектов, которые вошли в этом году и по инициативе депутатов. Например, в Иркутском районе будет капитально ремонтироваться дворец спорта в Хамутово. Мы отремонтируем Ширяевский детский садик, Айокский дом культуры, где, собственно, проходит множество всех мероприятий самого Иркутского района. Это самый большой дом культуры на сегодняшний день. Впереди сейчас идет строительство современного дома культуры в Хамутово. Он рассчитан на достаточно большое количество мест, на 350 мест. И, естественно, в этом году мы планируем его уже сдавать. И я думаю, что основные мероприятия уже переместятся на территорию Хамутово. В этом году у нас ремонтируется Айокская поликлиника. Я тоже этому очень рада. Хотя там недостаточно еще средств. Пока только выделены окна на двери. Но я надеюсь, что эту поликлинику мы дальше будем ремонтировать. Что касается Слюдянского района, мы там будем ремонтировать дом культуры в Ангасолке. Уже проводятся аукционные мероприятия. Ну и, конечно, в Слюдянском районе у нас один объект, который требует большого внимания, это строительство школы. К сожалению, пришлось с подрядчиками прервать отношения. На сегодняшний день проходит снова повторный аукцион. Но я думаю, что все у нас получится. И школу мы в этом году сдадим. Что касается Ольхонского района, конечно же, там требуется строительство Шаратоготской школы. В настоящее время еще отрабатывается проект. Там требуется капитальный ремонт детских садиков. В Бугульдейке и школу в Бугульдейке тоже требуется ремонт. И Ланцинская школа требует капитального ремонта. Либо надо принимать решение строительства новой школы. Вот эти вот вопросы все постоянно находятся в обсуждении. Опять-таки, если возвращаемся в Иркутский район, у нас в этом году открыты после капитального ремонта две школы. Это в Урике и в Горохово. Вот буквально скоро будем открывать после капитального ремонта Хомутовскую школу номер 2. Понятно, что там тоже требуются капитальные ремонты школ, но у нас очень грандиозные планы. И я думаю, что у нас все получится. А в год педагога и наставника будете чествовать ваших педагогов? Обязательно. В Иркутском региональном колледже педагогического образования прошел большой образовательный форум. Больше месяца мы работали с различными, так скажем, аудиториями, в том числе с педагогами, с руководителями образовательных организаций Иркутского, Слюдянского, Ольхонского района. Коллеги приезжали к нам на различные площадки. Непосредственно для Иркутского района проводилась большая такая массовая программа. Это учитель и управление школой. Насколько зависит качество управления школой от грамотного управления. Это вот, я думаю, что тоже актуально. В Иркутском районе мы открыли уже год учителя и наставника. 30 марта я выезжаю в Слюдянку, там будет проходить открытие года учителя и наставника. Ольхонский район мы планируем выезжать туда с такой поздравительной программой, с песнями, с плясками. То есть тоже поздравить учителей. Это очень важно, потому что учитель — это такая тонкая профессия, где, конечно, каждое поздравление, каждое внимание очень хорошо сказывается на будущем, опять-таки, качестве образования. У нас сейчас готов еще один сюжет. Переместимся в парламентский зал. Наличие нужных лекарств в аптеках — тема, сегодня будоражащая общественность. Из-за санкций и логистических перестроек некоторые препараты приходится подолгу ждать или искать аналоги. Но вскрыло проблемный вопрос пандемии, а тогда уже правительства начали думать о импортозамещении лекарств. На новые вызовы того времени органы власти вводили антикризисные регуляторные меры, которые действуют и поныне. Однако новые условия в нашей стране, в мире в целом диктуют и новые правила. На общественном совете призак собрания обсуждает этот животрепещущий вопрос. На какие рельсы сегодня должна встать вся сфера здравоохранения в регионе, чтобы избежать нехватки препаратов? Стоит отметить, что из-за нагнетания от непроверенных источников люди сами искусственно создают дефицит товаров, скупая все лекарства сразу. Наживаются на панике и недобросовестные производители. Коллеги, тема дефицита лекарств наиболее острая для людей с тяжелыми заболеваниями, такие как сахарный диабет, бронхиальная астма, онкология. Для них это вопрос жизни и смерти. Терапия во многом зависит от импортных препаратов. Сегодня активно решаются задачи импортозамещения, разрабатываются отечественные аналоги. Поэтому так важно поддержать наших ученых, наши научные центры. Делегация ЗАГС-собрания во главе с его председателем Александром Ведерниковым посетила институты, в том числе научные, где ученые занимаются разработкой современных препаратов. А сейчас вот уже они занимаются более сложными препаратами, в том числе против онкологии. У научных институтов есть заказы от крупных отечественных фармпроизводителей. Но это время. А решать вопросы по наличию и доставке важно сейчас. В форуме, который сегодня у нас есть в связи с санкциями, надо реагировать. Пока не будут запасы на этой базе, тогда не будут проблемы с перебоями ни по льготникам, ни по общей сети. Важно создать единую информационную систему, общую базу, в которой будет отображаться наличие препаратов во всех учреждениях региона. Это предложение депутатов рассмотрят в том числе в областном правительстве. Юлия Бархатова, Мадина Халикова, Константин Синицын. Законодатель. Что просят ваши избиратели? Какие наказы в этом году будете исполнять? Наказов на самом деле очень много. И избиратели приходят, когда в день приема по личным вопросам, конечно, обращаются с разными вопросами. Это и благоустройство территории. Вот этот проект, что есть решение, народные инициативы, тоже очень хорошо подхвачен на всех территориях. Есть Людианский и Ольхонский район. В Ольхонском районе 15 проектов будет, так скажем, осуществлено в этом году. На территории Иркутского района 14 проектов. Но это такие глобальные проекты. И, естественно, то областное финансирование, оно, конечно, будет привлекаться на обустройство этих территорий. Что касается обратной связи, там, конечно, вот только, опять-таки, если привести пример по хомутовскому муниципальному образованию, в этом году будет выделено 176 миллионов на благоустройство дорог. Это о многом говорит. Я просто привела пример на одной территории. Это касается, допустим, перевозки, то есть муниципального транспорта. Люди очень хотели бы, чтобы ходил муниципальный транспорт на их территории. Что касается вообще перевозки между населенными пунктами, люди, например, обращаются, хотят, чтобы были дополнительные остановочные пункты. Я как депутат тут же обращаюсь в Министерство по транспорту, и мы решаем эти вопросы. Люди обращаются по личным вопросам много. Где-то и по оформлению документов, где-то по устройству детей в детские садики, в школы, вот в Иркутском районе, чтобы устроить ребенка в школу, это тоже оказывается, ну не оказывается, мы все это знаем, очень большая проблема. Это выплаты различного социального характера. То есть люди обращаются по многим вопросам и, конечно, дают на путствие, дают, так скажем, на будущее, какие вопросы необходимо решать. Это дальнейшее благоустройство, это строительство социальных объектов. Это не только социальные объекты, но это и обеспечение электроснабжением нашего населения. Тоже это очень серьезный вопрос, который мы решаем. Очень рада, что все мои три территории вошли в определение населенных пунктов, границ по населенным пунктам. Это был проект, и сейчас практически все населенные пункты имеют свои границы. Это тоже очень замечательно. Спасибо, что пришли сегодня к нам в студию. Спасибо, что так подробно рассказали о своем округе. Спасибо большое, Мадин. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на Аисте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова